Рыцарь мечей. Задача символов. Возможно, ждет вас этот момент, когда надо будет поднять перчатку и принять бой. Также возможно, что кто-то просто вас спровоцирует. Рыцарь данной масти означает открытое нападение или агрессию. Энергию, которая выбрасывается в этот момент, можно направлять как на защиту, так и на атаку. В этой карте можно усмотреть стихийность и интенсивность. Это также может указывать на терзание, нападение на самого себя, за неправильное решение или чувство вины, вызванное неправильным шагом, в те обстоятельства, которые предоставила судьба. Позитивное значение. Если карта будет окружена позитивными или благоприятными картами, то она может выступать как совет, то есть иди борись, не раздумывай над тем, что будет дальше. Также вполне вероятно, что удастся занять какое-то ведущее положение или принять ответственность в каком-то деле. Получится тоже преодолеть препятствия, которые вырастут на пути, но с условием, если будет максимальное усилие вложено. Рыцарь не предусматривает только одного пути, для того, чтобы преодолеть случившееся. Действовать надо разными способами на всех фронтах. Нет времени, чтобы выработать стратегию. И еще. Данная карта говорит о том, что в прошлом такая ситуация уже имела место, и сейчас, применив свой прошлый опыт, можно только выиграть. Негативное значение. Те проблемы, которые нагрянут, принесут тяжесть и трудности, это надо пройти как испытание. В прошлом такая ситуация уже была, но проигнорировали. Либо не приняли во внимание. Сейчас следует выработать антитела по мере поступления изменений. Также карта говорит о том, что кто-то может вас раскритиковать, но вы должны воспринять это как конструктивную критику. Возможно, что это просто незаконченная программа подсознания, которая заложилась еще в юности. Теперь она уже восстала, набрала силы, энергию и начинает мешать жить. Также карта говорит о том, что, скорее всего, ваш роман не получит продолжение, и все изменения приведут только к ухудшению ситуации. Сложность состоит в том, что невозможно с кем-то завести контакт или отремонтировать то, что оказалось испорченным. Данный символ говорит о том, что есть обида на ближних или глубокое разочарование в ком-то, в чем-то важном. Кто-то может вам захотеть навязать свои правила, свои порядки, при этом, а вы испытываете напряжение от этой чьей-то навязчивости. Нет признания и уважения со стороны других, необходимость в деньгах. Отношение других людей к вам. То есть окружающие считают, что вы слишком эмоциональны и не всегда подходите однозначно к одной и той же ситуации. Противоположный пол не считает вас однолюбом и способным к моногамии. Возможно, окружающие правы. Также люди считают, что вы сосредоточены только на себе и во всех отношениях присутствует расчет и поверхностность. Данная карта указывает на то, что у вас могут быть частые депрессии, вас тяжело удовлетворить и чем-то порадовать. Считают, что сердце спрятано у вас глубоко, а наружу выстрелена только защитная реакция маска. Некоторые видят в вас человека, который живет только своим ритмом, собственным чувством гармонии, а что не всегда понятно и принято окружающими. Но люди, которым необходима новизна, могут найти с вами общий язык и построить отношения, хотя нельзя гарантировать того, что они продлятся долго. Также карта говорит о том, что вы можете пережить какой-то новый опыт в любви. Символ указывает на то, что судьба соединяет вас с теми людьми, например, которые имеют схожие пассии, какое-то общее влечение. Вероятно, также эти контакты не будут особо глубокие. Это может быть контакт через интернет. Но каждый из вас не будет проникнуть один в другого слишком глубоко. Болезни. Часто этот символ означает, что болезнь ведет себя не совсем понятно. Но не так, как ее описывает нормальная медицина. Эта карта заставляет человека поработать с ментальным полем. Эта карта заставляет человека поработать с ментальным полем. Болезнь своей глубиной уходит именно туда. Для того, чтобы выздороветь, придется менять что-то глубоко внутри, свои привычки. Все, что казалось стабильным, закоренело. Причем все следует изменить сейчас, не откладывать на потом. Эта карта говорит, что следует пересмотреть проблемы, связанные с легкими бронхами. Это могут быть разные застойные явления, аллергии, инфекции. Также следует поддержать почки. Это может быть уремия. А из кожных заболеваний – экзема. С болезнью можно диагностировать проблемы с кровью. Малокровие – пониженный гемоглобин. А из психологических проблем – истерия. Совет данной карты. Первое. Придется приносить себя в жертву, гореть за других, даже, возможно, за кого-то выполнять его работу. Это необходимо для того, чтобы спасти ситуацию. Два. Осторожно надо расходовать силы и время для реализации своих желаний и потребностей. Три. Не стоит сейчас слишком активно демонстрировать свои способности, достоинства. Это только вызовет зависть других людей. А так по достоинству не будет оценено. Либо же вообще другие негативные реакции окружающих появятся. Четыре. Не стоит спекулировать эмоциями своего партнера. Не вызывать насильно ревность, потому как реакция может быть просто непредсказуемой. Пять. Сейчас в данной ситуации следует оставаться честным и терпеливым. Шесть. Не стоит ничего делать насильно, потому что результат, даже если вы добьетесь, не приведет к ожидаемым эффектам, не подарит вам ни радости, ни счастья, не окажется таким, каким вам это представлялось изначально. Семь. Если вы спрашиваете про отношения, то сейчас наступит время такое, чтобы что-то изменить. Новые реакции, обновления чувств, честность, способность выслушать другого человека – это все является необходимым условием к тому, чтобы улучшить отношения. Вплетите в свои чувства больше светлого, альтруистичного, сделайте их экстравагантными, введите элемент сюрпризов, непредсказуемости. Восемь. Вам придется делать прыжок через голову, создавать что-то новое, то, что было создано, может быть создано только вами. Девять. Достичь своих целей вам поможет кто-то, кто не до конца входит в ваш круг, кто является представителем противоположного пола. Десять. Успех принесет какое-то новшество, научного или художественного характера. Одиннадцать. Не стоит бороться с своих собственных сил, потому что тревожные состояния мешают развитию, а невротические стереотипы нашего времени диктуют нам направление жизни. Это следует изменить и не позволить манипулировать собой. Кармическое значение данной карты. В прошлой жизни человек с трудом понимал чувства других людей. Возможно, и сам имел трудное детство. Это сделал его черствым, малоэмпатийным. Также такой человек не любят его окружающие, не очень любимые окружающими. Способности у него не были развиты из-за обстоятельств, как следствие злости, раздражения на весь окружающий мир. Это все вы в прошлом, ваша душа в прошлом. Особенно было нарекание на власть и на всех, кто достиг чего-то большего. Возможно, эта душа кого-то любила очень близко, но чувства дальше разговоров как-то не продвинулись, потому что второй человек видел в вас только друга и не больше. Поэтому тут надо поработать над завязкой переживаний. Есть элемент нереализованной любви. Много внутренних неразвязанных проблем. Они не были ни с кем не разделены, не обговорены, не были поняты. Прошлое будет возвращать душу в те ситуации, которые уже имели место. То, чтобы на них нужно посмотреть иначе и найти им другое объяснение. Особенности кармических влияний, связанных с данной картой. Первое. Кармические проблемы, связанные с нереализованными чувствами. Два. Неразвязанные страхи из-за каких-то бумаг. Три. Душа пережила в прошлом неверность своего спутника жизни. И это привело к озлобленности. Теперь такая ситуация может повториться. Жизнь хочет научить вас иначе видеть свободу. Свобода как дар. Четыре. Брак был заключен в молодом возрасте, но вопреки ожиданиям не принес должного уважения и благосостояния. Пять. С кем-то не получилось выстроить компромисс, и теперь заново нужно пройти этот путь. Шесть. Следует проработать пессимизм и недовольство жизнью. Семь. В прошлом хотелось получить много от жизни, не дать ничего взамен. Восемь. Склонность к скандалам наблюдалась в прошлом, и неудачи в союзе были из-за конфликтов. Девять. Душа родилась чувством досады, и в прошлом ее творчество не было оценено так, как ей бы хотелось. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!